Роман Андреевич, 11 декабря 2013 года, то есть вот этой зимой выступая на 11-й церемонии вручения премии Федерации Еврейских Общин Скрипач на крыше вам вручал ее в Кремлевском дворце Иосиф Кобзон Вы выступили с рассказом «Сватовство» Это автобиографическое произведение, в котором вы излагаете историю своего знакомства с вашей супругой Это очень трогательное произведение, а наша с вами встреча, она как раз происходит накануне женского дня 8 марта И вот не могли бы вы рассказать, вот в вашей жизни, что значит та женщина, с которой вы прожили 42 года уже в браке И вообще в жизни женщины, в жизни мужчины, что женщина, какую роль она играет? А вы слышали эту вещь, которую я читал там? Вы там были? Нет, я слышал это в записи Как вас вообще угораздило познакомиться с Шиксой, как вы выразились? Где в записи она слышит? В интернете, не на ютюбе Серьезно? Да, она есть А мне все кажется, что ее никто не знает Ну, я буду ее делать сегодня, буду читать обязательно Ну, 42 года это, как он сказать Ну, мне повезло, она меня до сих пор устраивает Она очень хорошая хозяйка оказалась Потому что я с ней поженились, ей было 17 лет Вот И хорошая мама, и бабушка Так что мне в этом отношении повезло Уже я сложный человек, у меня свои принципы Ну, она вот сумела найти подходник И еще касательно женской темы Вот еще одна феерическая история О начале вашей творческой карьеры, когда вы работали наладчиком швейных машин на швейной фабрике И там какая-то пикантная история о том, как вы ремни накидывали, а работницы работали в цеху Без верхней одежды, поскольку было жарко Вот, расскажите об этом еще, пожалуйста Опять? Вам нравится? Да, это очень пикантно Как я отверткой шуровал Ну, было такое Ну, зачем столько раз об этом говорить Это сексуальный момент в работе Он бывает у всех Хорошо Тогда, пожалуйста, еще один вопрос О тех людях, это уже серьезный вопрос О тех людях, которые вот с вами вместе по жизни Которые определяли вашу жизнь В 2010 году на открытии мемориальной доски В Борисоглебске, на родине Виктора Ильченко Вы сказали такую фразу Что вот с женой Витя прожил 33 года, а со мной 30 лет И роль этого человека в вашей жизни трудно пересонить Сейчас, когда его уже нет И это повлияло на ваше актерское амплуа Что вы ощущаете? Вот в одном из интервью вы сказали, что Иногда я чувствую, что он присутствует со мной незримо на сцене Так это на самом деле? Да, это правда Я сейчас затеял переписку с ним Я ему туда пришел, он мне оттуда А что пишет? Надо читать Он пишет, кого он там видит Там же очень много хороших людей Особенно в последние годы ушли выдающиеся люди Он с ними там общается Он мне рассказывает, как он с Райкиным встречается С Утесовым и так далее А ему пишут, как Депардье сюда приехал Или Олимпиада, что происходит у нас тут Так что у меня тут писем 10 уже есть Но он, наверное, говорит, не торопитесь пока Да, есть такое письмо, где он в конце Здесь все хорошо, но не торопись Все-таки там лучше Я знаю, что вы помогаете очень активно Татьяне Зиновине Главдове Да Продаете книги, которые выручка от них идет на поддержку от семьи Роман Андреевич, многие знают вас по роли Швонзера В «Собачьем сердце» Но, к сожалению, очень мало у вас ролей в кино Есть ли какая-то грусть о несыгранных ролях? Почему так получилось? Потому что я не киноактер Я актер, я актер театра Я люблю театр больше И у нас был всегда театр С Витейченко, Мишей Журецкий Мы все втроем так все же исли И спектакли были обязательно на какую-то тему Если это Одесса, значит, так Поэтому у нас был театр Все мы были между большим театром и эстрадой Мы были посредине Потому что, на самом деле, уникальный автор И он определял наше лицо Вообще, автор – это все для артистов У нас есть такой человек Уже 52 года мы с ним Вот у него через пару дней юбилей Мишеньки Выглядит он хорошо Работает нормально Мозги светлые Пишет и пишет Пишет и пишет Мама, Миша пишет, Миша пишет Он и пишет Бытует мнение, что юмористы, артисты такого легкого жанра Они в жизни все-таки более грустные Даже иногда занудные люди Вот это так? Смотря кто Скажем, Аншлага, артисты Они все время шутили С утра до вечера Между собой или так, или на сцене А люди, кто разнуются серьезным юмором Они не на смех Вот вы, Аншлага, упомянули Вы современные юморные шоу смотрите Камеди, Уральские пельмени Вот ваши отношения к этому жанру? Смотрел Я вначале смотрел Почему? А сейчас и говорят Мне не нравится слово Насрать, жопа ХБ, ХБ Ни о чем Это просто идиотизм Ну, это нравится молодежи И они смотрят и смеются Им это нравится Пришло другое время Другой юмор Каждое время рождает свой юмор Неужели даже нет никого, кто бы вам в душу запал? Нет, ну там есть ребята способные Но это КВН Это самодеятель Все равно Они не знают азы театрального искусства Они идут по наитию Они импровизаторы Они в КВН вообще наблатыкались Импровизировали Они уже там лет 10-15 И здесь они себя спокойно чувствуют У них сидит своя публика Они приглашают людей Они вот сейчас приедут к вам И здесь никто не поймет, что они делают Это я вас уверяю Поэтому это нравится молодежи Это нравится малолеткам Все на уровне яиц С жопы Не знаю Я это говорю так Между нами Но в принципе На этом они строят весь свой юмор Роман Андреевич Бытовым языком в вашей семье был идиш Как сейчас? Вы помните язык? Когда последний раз вы пользовались? Дело в том, что в Бобруйске та же самая история До войны большую слога с населения говорил на идиш В Одессе так же Мои папа, мама говорили Я никогда не говорил Я знаю отдельные слова Поэтому я не знаю Дело в том, что мы с Витей Ильченко как-то Делали программу на английском языке Для работы в Америке На англоязычной стране И занялись идишем для Европы Переводить Жунецкого очень легко на идиш Переводить, потому что он пишет Почти что на идиш, только по-русски Раньше писал Сейчас он стал более философский А раньше свадьба на 170 человек в Одессе Или какие-то вещи Это чистая Одесса И переводить можно очень легко Но, к сожалению, Витя в это время заболел И у нас ни один, ни второй проект не осуществились Сейчас в Одессе уже почти 100 реки говорят А так нет Вся, весь идиш на Брайтоне Сегодня практически цензуры нету Вот легче стало работать? А мы все равно работали Они нам запрещали, а мы работали У нас страна прекрасная У меня есть такое письмо Я написал как бы другу Он собирается в Америку Я ему пишу Что ты что, сдурел? Что ты хочешь жить по закону? Хочешь там эту... Ты же у нас же пострекает страна Ты захотел, заблудел милиционером Захотел, купил диплом врача и лечишь Потому что страна не ограниченных возможностей Нам запрещали играть в Москве Мы играли в Новосибирске Кто за нами мог уследить? Или мы играли в Омске Или мы играли в Ленинграде Они в начале, когда мы делали программу Они запрещали Все 12 или 13 спектаклей мы сделали Все запрещали, кроме первого Там была холера в Одессе Вот И все запрещали, а мы все играли И потом они нас приглашали на правительственные концерты И сидели, как... не хочу говорить кто Никогда не принимали Никогда Что бы мы ни играли Ни о вас, ни о Раке Ничего Вот сидели, а так вот и смотрели Именно партийных зрителей, да, скажем так Но приглашали всегда Сейчас мы от этого избавились Я, правда, недавно выступал Новогодний вечер в Думе был У них там зал есть такой театральный Ну, не пойти, значит, ничего страшного бы не было Но, с другой стороны, могут и нагарить, и все А потом мне интересно было Они, в самом деле, ничего так принимали Были не менее Ну, там сейчас немножко другие люди Раньше были эти все Харьков, Киев, все это начальство А сейчас там уже есть ребята и помоложе Которые А потом это был не официальный такой какой-то концерт С президиумом А это был такой вечер А то есть разные вещи Это как спортсмены Ты придешь к ним на базу, где они тренируются И они будут нормально все воспринимать А если они придут в зал на концерт, то они будут сидеть как дубы Роман Андреевич В связи с последними событиями в Украине стал в интернете популярен такой вот анекдот Якобы рассказанный от лица одессита Один мой российский друг сказал мне, что по Одессе бежают люди и кричат, что они хотят в Россию Я позвонил родственникам, и они мне сказали, что мой друг поц Я позвонил евреям, их там есть еще немножко И они мне сказали, что мой друг поц Я позвонил другим евреям, и они мне сказали, что вся Одесса уже знает, что мой друг поц А если я еще буду им морочить голову, они решат, что я поц Скажите, пожалуйста, в связи с этим событием, есть ли у вас как у одессита отношения? Конечно, есть Жаль, очень больно видеть, что творится на Украине Недавно и Одесса вроде бы как-то было спокойно Буквально дня два назад показали площадь, где в самом деле стояли огромное количество одесситов И кричали, хотим в Россию Они кричали, что они хотят быть с Крымом вместе И они, Херсон, еще кто-то Ну это вы знаете, что это идет такая, как она называется, зомбированные люди Там ходят какие-то провокаторы между ними А люди иногда только покричат Ну это я сам слышал, да, кричат, хотим в Россию Я мало верю в это, но в принципе это было Что дальше будет, никто не знает То есть в каждой шутке есть доля шутки? Конечно Ну, хорошо Общеизвестно, опять же, из ваших преступлений, что на Дерибасовской не спешат А на Дерибасовской гуляют постепенно А вот вам в последнее время часто ли доводится дулать на Дерибасовской и в Одессе И в связи с тем, вот, кем вы себя больше ощущаете? Москвичом, ленинградцем или все-таки одесситом? Нет, одесситом, конечно, и что там говорить Я там как в изгнании, я в ссылке в Москве Хотя в Москву знаю очень хорошо и много лет с Райкиным по полгода сидели в Москве Поэтому не было болезненного переезда Но каждый год я бываю обязательно Мне город подарил квартиру на 70-летие И я в ней шикарная двухкомнатная квартира С видом на море, почти в центре Так что я каждый год бываю и хожу в Дерибасовскую обязательно отметиться Это так же, как в Ленинграде я проезжаю Я по Невскому должен пройтись от начала до конца Это по Горьковой я не могу ходить Там устаешь быстро А вот Невская и Дерибасовская Это такие две улицы прекрасные Всегда хожу Какой у Вас любимый анекдот? Я не люблю анекдоты Анекдотов хороших очень мало Вот Иногда Миша Жунецкая рассказывает Понимаете, он все выбрасывает Вдруг ему попадется какой-то Я не помню, он недавно рассказывал Забыл я его Вот И Честно говоря Ну, хороший анекдот Так же встречается Как хорошая астрота Очень редко Я тысячу Не нужно было для налога Какие-то Я перекопал столько анекдотов Что просто Ничего интересного Ничего Ничего Вот Никулин Юрий Владимирович Он мог рассказать один анекдот Забывал двадцать раз Рассказывал Но я же какой-то любимый у Вас И все равно смешно И снова Я сегодня буду читать Вот Там будет один Любимый нитр